Приветствую вас, и вы знаете, вот как-то, какое-то противоречие есть в том, что вы пишете. С одной стороны, вы говорите, что вам нужно менять себя, нужно по-другому себя ставить, нужно отставить свои интересы, и, кстати говоря, не только своих интересов, но и своего ребенка. С другой стороны, вы говорите о том, что это нереально тяжело, и что в вас внутреннее сопротивление появляется, когда вы думаете о том, что вам нужно вверх. Знаете, правда заключается в том, что сразу, вот сразу, свое поведение, свое восприятие, свою позицию по отношению к окружающим, по отношению к себе, вы не изменитесь. Никак. Сразу это сделать невозможно. Именно поэтому у вас и происходит внутреннее сопротивление. Именно поэтому у вас появляется оно, это самое внутреннее сопротивление, потому что вы подсознательно отдаете себе отчет в том, что невозможно изменить то, что вы жили почти всю свою жизнь, чем вы жили всю свою жизнь. Это невозможно сделать вот так вот сразу. Понимаете, ваша основная проблема сейчас в том, что вы ставите себе слишком глобальные задачи. Вы говорите, нужно оставить свои интересы, нужно быть самостоятельным, нужно не давать себя в обиду и так далее, так далее, так далее. Это хорошо, но это цель. И как и любые цели, они не лишены чего-то идеального. Они не лишены чего-то абстрактного. Мы все говорим, что нужно оставить свои интересы, мы все говорим, что нужно не давать себя в обиду, мы все говорим, что не нужно жертвовать собой ради других людей, не нужно насиловать себя. Мы все это говорим. Но проблема заключается в том, что говорить эти идеальные вещи одно, а делать реально это как бы другое. И только здесь в том, что ставя цель, вы воспринимаете цель как непосредственную задачу. А это является ошибкой. Цель нельзя воспринимать как соответствующую задачу. Я приведу вам небольшой пример. Если человек хочет, например, научиться кататься на лыжах, он не ставит себе эту цель на равнию задачу. Есть цель научиться кататься на лыжах. С чего человек ее начинает? Он начинает из того, что идет в магазин и покупает лыжи. Или начинает с того, что ищет тренера. То есть нет задачи как таковой сразу, которая была бы созвучна цель. Задача это всегда составная. Составная цель. И поэтому вам в вашем случае не нужно путать цель и задачу. Цель у вас достаточно серьезная. Цель у вас достаточно глобальная. Но для того, чтобы ее добиться, нужно разбить ее на задачи. И тогда, когда перед вами будет не какая-то глобальная, очень тяжелая, сложная, недоступная цель, а куда более достижимая задача, вы и начнете свой путь к цели. Но как на пути к любому идеальному, нужно понимать, что путь к цели и достижение цели – это две совершенно разные вещи. И стремиться нужно не к достижению цели любимыми средствами, а именно стремиться нужно к пути. К пути для достижения цели. Итак, разобьем на задаче то, что вам нужно сделать. Значит, первое – болезненный развод. Наверное, по свежести эмоций, по остроте переживаний и по наиболее явной причинно-следственной связи вам нужно работать с первоследием. Развод – это всегда психотравма, особенно для вас, по вашему письму. Получается так, что развод ударил по вам очень сильно, и этот сильный удар развода по вам, безусловно, еще сильнее понизил вашу самооценку. Этого тоже желательно избегать. Этого тоже желательно не касаться. Поэтому, разбор развода – это первое. Второе – это проработка детско-родительских отношений и, в частности, отношений со своей мамой, в частности, отношений с отцом, как источником первичного мужского образа и первичной мужской модели поведения. И проработка этих отношений. Далее. Вы пишите, что у вас депрессия и невроз. Откуда у вас эти диагнозы? Вам их ставил врач? Если вам их ставил врач, то он же назначает лечение, он же назначает терапию, в том числе и препаратов. Проходили ли вы терапию? Находитесь ли вы под наблюдением у психотерапевта? Вопросы, которые нужно прояснить. Если нет, то откуда у вас эти диагнозы? Вы их сами себе поставили? Не очень понятно. Невроз. Да, невроз, безусловно, имеет место быть. Но невроз и невротическое состояние – это разные вещи. И если невроз – это диагноз невротического состояния, это вполне себе негативное, конечно же, положение, но не болезнь, не расстройство. И тогда, следующий важный аспект – это аспект личностного роста. Вы находитесь сейчас в том состоянии, когда вы можете лежать и посытить ее принадлежать самой себе. Используйте это состояние для того, чтобы прислушиваться к себе и понимать, чего же вы хотите, чего же вы для себя желаете. Это нужно по возможности, конечно, очень четко для себя понимать, чего вы хотите, что вам важно и так далее. И когда это вы будете понимать, у вас появятся ваши желания, чего вы хотите. Потом необходимо понимать, что вы реально можете сделать для того, чтобы достичь желаемого. Потом задается вопрос – ради чего? Почему вы хотите делать именно это? И далее идет вопрос о смыслах. И вот вам нужно все это делать. Вам нужно над всем этим работать. И ответить и помочь вам. А вот тем более найти выход, что в корне не является верной постановкой вопроса здесь. Вот так вот в контексте одного ответа на один ваш вопрос невозможно. Выход – это работа с психологом или с психотерапевтом. Выход – это регулярная работа над собой, регулярное консультирование, регулярная терапия. Выход – это не постановка перед собой задач заведомо невыполнимых. Выход – это понимание того, что вы сейчас поставили себя в позицию жертвы, что когда от вас ничего не зависит, вы жалеете себя. Вам нужно брать ответственность за свою жизнь на себя, хотя бы ради своего ребенка. Ведь ребенку нужна счастливая мать, а вы несчастны, и это травмирует вашего ребенка. Поэтому это является одной из самых важных мотиваций. Выход – это понимание того, что вам дает ваше текущее состояние. Ведь вы можете позволить себе лежать. Вы можете позволить себе ничего не делать. А раз так, раз вы можете позволить себе ничего не делать, значит, вы что-то получаете от этой ситуации. И вот то, что вы получаете от этой ситуации, и лечение себя этого является вашей первостепенной задачей. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. Спасибо.